МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вещание телеканала Сочи-24 продолжает информационный выпуск. Здравствуйте! В эфире время новостей Сочи с Алиной Тищенко. В ближайший час мои коллеги и я расскажем вам о главных событиях дня. И вот некоторые темы выпуска. Шквалистый ветер и сильные снегопады. На Сочи надвигается серьезный циклон. Насколько курорт готов ко встрече с непогодой? Ремонтировать нельзя сносить. Где муниципалитет поставил запятую? На Малом Ривьерском мосту замечены строители. Опасный маневр, разбойные нападения и не только. Об этих и других происшествиях мы расскажем в традиционной рубрике ЧП. В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. На побережье ожидаются заморозки до 5 градусов ниже нуля. Все городские и оперативные дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме. Елизавета Червяк продолжит тему. В связи с прохождением холодного фронта в предгорьях и на побережье ожидается сильный снегопад. Местами, вероятно, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедится и видимость составит до 1 километра. Усилится ветер с порывами до 17-22 метров в секунду. На побережье ожидаются заморозки. В горном кластере свыше тысячи метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность. 14-15 февраля на территории города действует штормовое предупреждение в виде выпадения осадков в виде дождя, мокрого снега и снега. По поручению главы города Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского создан оперативный штаб. Все службы переведены в усиленный режим внесения службы, в режим повышенной готовности. Коснется всего города Сочи, но в особенности, конечно же, это будет Лазаревский район. В Сочи специалисты приступили к капитальному ремонту Малого ривьерского моста. Рабочие уже начали снимать верхнее покрытие пешеходного полотна. Об этом сообщили в муниципальном центре управления Сочи. Сейчас специалисты приступили ко второму этапу реставрационных работ. До этого был проведен подготовительный процесс. Инженерно-геологический, геодезический, гидрометеорологический, инженерно-экологический изысканий. По итогу всех исследованиях выяснилась необходимость увеличения высоты моста в связи с подтапливанием. Все работы планируется завершить в течение летнего сезона 2023 года. Напомню, мост был закрыт с декабря 2021 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в администрации Сочи даже ставился вопрос о демонтаже конструкции. Однако было принято решение провести капитальный ремонт. В этом году Малый ривьерский мост отметил свое 60-летие. Его открыли 26 января 1963 года. Он соединил два берега реки Сочи в районе парка Ривьера и пересечения улиц Парковой и Конституции СССР. На курорте планируют развивать газомоторную инфраструктуру. Этот масштабный инвестиционный проект по строительству новых заправочных станций сейчас проходит процедуру согласования в администрации Краснодарского края. По этому вопросу глава города Алексей Копайгородский провел встречу с заместителем руководителя аппарата правления «Газпрома» Василием Толстопятовым. Основным вопросом повестки было развитие рынка газомоторного топлива на курорте и ход реализации этого проекта. Кстати, аналогичная тем заправкам, что будут только строить, в Сочи уже есть. Она работает в микрорайоне Дагомыс. Компания-подрядчик планирует построить на территории курорта сразу несколько автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. На сегодняшний день мы проектируем. Нам планируют выделить в ближайшее время участки. Мы уже получаем технические условия для того, чтобы в конце года ввести газовые заправки, чтобы автобусы заправлялись. Планируется, что несколько газовых заправок появятся в Адлерском районе, на улицах Суздальской и Энергетиков. Ещё одна в Центральном, в переулке Виноградном. И, конечно, своя газовая заправочная станция будет и у предприятия «Сочи Автотранс» для автобусов, которые обслуживают муниципальные пассажирские маршруты. Начать строительство планируется уже в этом году. Все руководители, кто занимается по газомоторке, по газификации, максимально всё выполняют оперативно быстро. Сейчас завершается процедура получения специалистами тех условий для будущего строительства, после чего и планируется начать с самой работы. Проект модернизации общественного транспорта получил мощный импульс в год экологии, который проходил в Сочи. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Сочи получит ещё более 50 автобусов, которые работают на метане. И, по словам мэра, для города важно обеспечить техническую возможность для их заправки. А значит, нужно иметь сеть газовых заправок. Другим темам. 48-летний сочинец обратился в отдел полиции Адлерского района о краже. По словам мужчины из квартиры, которую он арендует совместно со своей гражданской женой, пропал фотоаппарат, мобильный телефон, кредитная карта и 600 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятиях полицейские задержали 35-летнюю сожительницу заявителя. Похищенное имущество вернули законному владельцу, денежные средства злоумышленница успела потратить. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. О других происшествиях расскажем далее. 25-летний приезжий, угрожая ножом на улице у прохожей, потребовал все имеющиеся деньги. Забрав из кошелька женщины наличность, мужчина скрылся. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого около продуктового магазина и доставили в отдел полиции Центрального района Сочи для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Пассажир рейса Сочи-Новосибирск в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на борту самолета. По мнению очевидцев, мужчина вел себя неадекватно, использовал нецензурную лексику и не реагировал на предупреждение персонала. В итоге экипаж вызвал полицию. Сотрудники правопорядка задержали дебошира и доставили его в отделение УВД в аэропорту Сочи. Задержанный 39-летний житель Краснодарского края оскорблял и сотрудников полиции. Также угрожал им расправой. В отношении авиапассажира возбуждено уголовное дело за хулиганство. На улице Пятигорской в Хостинском районе неуправляемый легковой автомобиль влетел в чужой двор. По словам очевидцев, причиной такого маневра стала обледенелая дорога. Информация о пострадавших не поступала. Это не все, что мы хотели вам рассказать. Смотрите во второй части программы. Особенные территории. Сочинские ученые и глава города обсудили будущий генплан курорта. На чем экологи сделали акцент и сколько земельных участков внесли в документ. Расширяя горизонты. Губернатор встретился с послом Боснии и Герцеговины. О чем договорились политики. Сочинские спортсмены выступили на первенстве России по джиу-джитсу. С каким результатом они вернулись домой. Далее вас ждет небольшой коммерческий блок. Реклама пройдет быстро. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Юридическая помощь должникам. Защита от коллекторов. Представительство в суде. Звоните. 988-414-2206. Лечим геморрой любой степени сложности. Клиника УРАПРО. 300-04-79. Рекламное агентство Макс Медиа. Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство Макс Медиа. Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на Макс ФМ. В Сочи может появиться 34 особо охраняемых природных территорий местного значения. Именно столько земельных участков внесли экологи в новый проект генерального плана курорта. Об этом говорили на заседании экологического совета, которое прошло под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского. О Сальтули Генова расскажет подробности. Сегодня сочинские ученые активно работают над проектом генплана. Большой вклад носят эксперты сочинского географического общества. Прежде всего мы сделали акцент на экспертное сопровождение генерального плана, потому что нас беспокоит направление биологический зеленый каркас, карсты. Ну и естественно наше большое наследие это мацеста и минеральные воды. Поэтому это нужно будет учесть, так как это наше будущее нашего курорта. Ученые создали информационную систему, в которой есть сведения о геологии Сочи. Ведется работа по изучению историко-культурных объектов и бальнеологической базы города. Большинство мероприятий проводились в год экологии, который дал возможность специалистам детально изучить экологические проблемы курорта и выработать стратегию их решения. Вот как отметил вклад экологов глава Сочи Алексей Копайгородский. Действительно много у нас законодательных инициатив, хороших, добрых, которые учтены с пожеланиями нашего населения и всеми мудрыми людьми, которые сегодня входят в экологический совет города Сочи. И вы все потрудились в течение года очень достойно. Туристы все увидели, что по-новому представлены экологические туристические маршруты. Это тоже для всех новшества. Плюс утверждение генерального плана, куда тоже должны зайти все планы, которые мы с вами наработали. Уже в этом году планируется придать статус особо охраняемых природных территорий местного значения трём декоративным уголкам сочинского ландшафтного дизайнера Сергея Венчагова. Это восстановленный сад российско-японской дружбы, а также сквер «Старый город» и «Портер» перед администрацией центрального района. В перспективе в Сочи может появиться более ста особо охраняемых природных территорий местного значения. Это места, где растут краснокнижные растения или живут редкие представители животного мира. А в рамках городского проекта «Две реки, одно море» статус памятника природы планируется придать части пешеходного теренкура. На теренкуре тропа «Здоровье» Бзогума Цеста, участок колхитского леса Дубрава. Там есть редкие виды орхидеи, в целом очень хорошо сохранившийся лес, который очень любим, посещаем местными жителями и гостями. Это предложение уже сформировано и получило одобрение и у профильного департамента. На заседании экологического совета также обсудили вопрос обработки растений от вредителей. Ученые субтропического научного центра «Аран» усовершенствовали методику защиты зеленых насаждений с учетом нынешней фитосанитарной ситуации на курорте. Ассаль Тулегенова, Алина Тищенко, Александр Немков. Время новостей. Глава Кубани встретился с чрезвычайным и полномочным послом Боснии и Герцеговины в России. До сегодняшнего дня наш край не имел официальных контактов с балканской страной. Делегация из этого государства впервые прибыла в наш регион. Вениамин Кондратьев уверен, Кубань сможет найти точки соприкосновения и возможности для сотрудничества с Боснией и Герцеговиной. Так власти Краснодарского края заинтересованы в поиске новых рынков сбыта кубанской продукции. Наш край очень активно сегодня занимается и сохранением экономики, и сохранением работающих предприятий, самое главное, бизнеса. Ну и, конечно, и развитие. Развитие экономики важно, как никогда. Да, конечно, или у нас партнёрские отношения Боснии и Герцеговина, это как потенциально те партнёрские отношения, которые могут нам тоже способствовать расширению, в том числе и торгово-экономического нашего обмена. Всё должно быть взаимовыгодно. И в том числе от нас с вами зависит, насколько успешны будут наши экономические отношения, и насколько успешно мы сможем продвинуть продукцию, товары, которые производятся в крае, на рынок Боснии и Герцеговины, и насколько вы сможете продвинуть продукцию, которая производится в вашей стране, на наш внутренний рынок. Мы надеемся на сотрудничество между Боснией и Герцеговиной и Краснодарским краем. Мы готовы развивать отношения с вашим регионом. У нас в ближайшем будущем пройдёт инвестфорум в Бани Луки, на который мы вас готовы пригласить. Это то, что касается торгово-экономических отношений. А то, что касается культурных отношений, у нас есть тоже очень много направлений, где можно сотрудничать. В планах у зарубежной делегации посещение нескольких промышленных предприятий и знакомство с бизнес-сообществом края. Жилько Самарджия также предложил открыть в Краснодаре консульство, которое поможет соединить предпринимателей двух стран. Надо сделать всё, чтобы бизнес Боснии и Герцеговины и бизнес нашего края, они узнали друг друга, познакомились и выстроили на самом деле те партнёрские отношения, которые сегодня очень важны. Важны и для нашего края, но, конечно, важны и для вашей страны, для Боснии и Герцеговины. И я надеюсь, что мы с вами будем тем мостиком, который позволит им высадить эти отношения. Также власти края будут рады видеть бизнес-миссии из Боснии и Герцеговины в числе участников крупных выставочных мероприятий на территории нашего региона. Кубань открыта и к расширению гуманитарного сотрудничества в области культуры и искусства, туризма и образования. На встрече обсудили возможность сотрудничества с ведущими вузами Кубани и взаимных обменов. Фарингиты, гаймориты, полинозы и отиты. И это не начало стихотворения, а довольно серьёзные заболевания. Боятся лишь одного доктора, отоларинголога или простыми словами лора, он же ухо-горло-нос. В Сочи получить квалифицированную помощь этого специалиста как взрослым, так и детям можно в медицинском центре «Армед». Здесь работают сразу четыре лора. В день они принимают до 30 пациентов. На что люди жалуются чаще всего и с помощью какого оборудования их обследуют. В репортаже Елизавета Червяк. Последние три года здоровье своей семьи Наталья Яценко доверяет исключительно Армеду. На этот раз медицинская помощь потребовалась её семимесячной дочери. Что вас привело к лор-врачу? Беспокоит то, что дочка стала храпеть во сне? Мама запереживала, что у ребёнка могут быть проблемы с дыханием. К счастью, каких-либо патологий врач не обнаружила. Временный храп объяснялся простой простудой. Вот, отлично, посмотрели. Я давно наблюдаюсь в клинике «Армед». Квалифицированы специалисты, потому что здесь самое важное, что нет очередей. Это самое важное, что записывают одно определённое время, и ты приходишь, и не нужно ждать. Обследование проводится на немецком лор-комбайне «Хайнемен». На нём выполняют и диагностические, и лечебные процедуры, в том числе и регационные. Этот встроенный модуль позволяет очищить кожу наружного слухового прохода от серных пробочек, а также каких-то бактериальных либо грибковых масс. Это струя воды, которая уже обезврежена. Зимой людей чаще всего беспокоят острые респираторные заболевания, которые нередко осложняются в гаймориты или отиты. Так, допустим, летом это чаще всего уши, потому что это наружные отиты в связи с купанием в море, попаданием в кожу наружного слухового прохода различных микроорганизмов. Если же это весенний период, это чаще идут полинозы, аллергические риниты, когда возникает зуд, чихание. За диагностикой и лечением лор-заболеваний вас ждут в медицинском центре «Армет». Находится он в центре Сочина, улица Гагарина, 19А. Работает ежедневно с 8 утра и до 8 вечера. Елизавета Червяк, Александр Киреев. Время новостей. Сочинские спортсмены по джиу-джитсу привезли две бронзовые медали с чемпионатой первенства России, которая накануне состоялась в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие 700 спортсменов из 40 регионов страны в двух возрастных категориях – до 16 лет и до 21 года. Ребята выступали в разделе джиу-джитсу «Нэ-Ваза», что означает «борьба». Эта дисциплина включает в себя все виды бросков, борьбу в партере и болевые приемы на руки и ноги, а также технику удушений. Юные борцы показали настоящий спортивный характер и несгибаемую волю. Бронзовые медали воспитанники спортивной школы номер 5 города Сочи Цепинов Алан завоевал третье место в борьбе над спортсменом из Воронежской области. Атлет выступал в весовой категории 46 килограмм. А Симонян Аурелия, которая за выход в финал уступила спортсменке из Ярославля, боролась в весовой категории 44 килограммов. Как отметили тренеры Ольга Авдеева и Николай Иванов, это первые медали первенства России в карьере сочинцев. И на этом у меня все. Напомню, что наш телеканал можно смотреть на территории Большого Сочи во всех кабельных сетях на 22-й кнопке, IP-телевидении и онлайн на сайте sochi24.tv. За самыми актуальными и интересными новостями курорта вы также можете следить в нашем телеграм-канале sochi24.tv и на странице ВКонтакте. Подписывайтесь. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp. Номер на вашем экране. Но информационное вещание нашего телеканала продолжает выпуск мировых новостей, прогноз погоды и кинофиша. Спасатели достают 13-летнего подростка из-под обломков рухнувшего здания в южной области Хатай в Турции. Мальчик пробыл там 182 часа, то есть больше недели. На кадрах видно, что ребёнок держит спасателя за руку, пока его на носилках доставляют в машину скорой помощи. А эту девочку нашли в городе Адеаман. Ей примерно 4-6 лет. Ждала помощи тоже больше недели. Теперь команды пытаются добраться до её старшей сестры. Такие чудесные спасения бывают всё реже. В некоторых районах было решено прекратить поисковые операции и начать разбор завалов. Общее число погибших в Турции и Сирии в результате землетрясений превышает 37 тысяч человек. Цифра быстро растёт. Но всё же во многих районах операции продолжаются. С помощью тепловизионных камер и лопат спасатели в Кахраман-Мараша ищут как минимум двух выживших. Более суток спасатели тщательно удаляют обломки, углубляют туннель и приближаются к людям. Здание внутри очень опасно обрушено. Так что, как мы говорим в Турции, мы копаем ногтями очень-очень медленно. 160 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться из зоны бедствия. Ещё около миллиона остаются во временных убежищах или просто на улицах. И упаднические настроения среди людей продолжают расти. Это турецкий город Адеаман. Местные жители говорят, что их условия жизни очень плохие. «Эта неделя была ужасной. Мы в отчаянии. В первые три дня никакой гуманитарной помощи не было. Она вместе с оборудованием начала пребывать только на третий день». «Мы в ужасных условиях. Мы замерзаем. Спим во дворе мечети. Не можем найти убежище. Воды и электричества нет. Все наши дети заболели». Теперь всё больше вопросов вызывает качество строительства домов в Турции. «По крайней мере, нужно построить крепкие дома и нужно провести расследование. Тут не ценят человеческую жизнь». В регионе растут опасения по поводу распространения инфекций. Министр здравоохранения Турции объявил, что в зону землетрясения отправлены вакцины от беженства из столбняка и что там начали работать передвижные аптеки. В Новой Зеландии введён общенациональный режим чрезвычайного положения, что в истории страны всего в третий раз. На Тихоокеанское государство обрушился циклон Габриэль. Он принёс сильные ветра и дожди, а также вызвал огромные волны на побережье. Результат – обширное наводнение, оползни и повреждённая инфраструктура. Нарушена мобильная связь, некоторые города оказались отрезанными от внешнего мира. Жители прибрежных населённых пунктов эвакуировали. «Это не сравнить ни с чем. Это запредельно. Гром и молния прошлой ночью – это было просто ужасно. Разрушения такие, что хочется плакать». Циклон продолжает движение с востока на юго-восток. Реки продолжают выходить из берегов, приливы усиливаются. Власти призывают к новым эвакуациям. Из-за непогоды парламент страны отложил заседание до 21 февраля. Ранее режим ЧП в Новой Зеландии вводили только два раза – после сильнейшего землетрясения в 2011 году и в 2020 из-за пандемии COVID-19. Венецию не представить без гондол, а гондольера без соломенной шляпы с лентами. Туристы часто покупают подобные головные уборы в сувенирных лавках. Но настоящие шляпы венецианских грибцов делают только в нескольких мастерских города. Одна из них принадлежит Джулиане Лонго. Семейный бизнес заработал в 1901 году. Сама Джулиана работает 50 лет. Шляпы делает из плетёной соломы, потом покрывает их водостойким лаком, а затем украшает лентой. На последнем этапе щёлкает пальцем по изделию. Шляпа должна правильно звучать. Если всё в порядке, можно продавать. Форма и ленты чётко определены. Шляпа должна защищать владельца от солнца и ветра. Ленты не могут быть слишком длинными, иначе будут касаться лица. Мастерица также делает чёрные береты с помпоном. Это зимний головной убор гондольеров. Причём когда-то он был единственным. Мода на соломенные шляпы пришла благодаря фильму 1958 года «Венеция. Луна и ты». В фильме произошло столкновение между новыми и старыми гондольерами. Старые носили береты с помпоном, новые соломенные шляпы. Так этот головной убор стал популярным. Гондольеры носят не только одинаковые шляпы, но и одинаковую униформу. В неё входят рубашки в сине-белую или красно-белую полоску, чёрные брюки и чёрные туфли. «Гондола для нас – это как жена. Мы бережно относимся и к гондоле, и к униформе. Нам приходилось много раз защищать правила. Например, один коллега хотел изменить ширину полосок. Но в правилах оговорено, что они не должны быть шире трёх сантиметров». В «Венеции» есть 10 причалов с гондолами, а гондольеров – несколько сотен. За выполнением ими всех правил следят инспекторы. Эта филиппинская невеста выглядела бы вполне заурядной, если бы не её букет. Присмотревшись, можно заметить, что он сделан из репчатого лука. Похожие букеты и у подружек невесты. Отказаться от цветов пара решила на фоне небывалого роста цен на этот овощ на Филиппинах. Лук нынче дороже курицы и свинины. Букет удивил не только 150 гостей свадьбы, но и стал хитом в соцсетях. Кстати, вышел он нелёгким – около пяти килограммов. «За четыре дня до свадьбы мы изменили планы. Мы решили использовать лук, чтобы после церемонии у нас его было много. Цветы один раз выставляешь и потом выбрасываешь. Почему бы не быть немного практичнее». Цена за лук на Филиппинах поднялась выше 13 долларов за килограмм. Поэтому по местным меркам свадьба выглядела дорого и богато. «Мы не ожидали такой внезапной онлайн-славы». «Не думали, что видео станет вирусным. Мы просто хотели, чтобы наша свадьба была уникальной и незабываемой». По данным Министерства сельского хозяйства, лук на Филиппинах сейчас в семь раз дороже, чем был в июне прошлого года. В этом власти винят спекулянтов, а также плохую погоду. Однако продавцы на рынках говорят, что не виноваты в нехватке. Власти уже распорядились экспортировать в страну более 20 тысяч тонн лука. Ожидается, что цены на продукт упадут до 2-3 долларов за килограмм. К тому же близится местный сезон урожая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Телеканал «Сочи-24» приглашает посмотреть советскую классику «Кто, если не ты» в главных ролях Фёдор Одиноков и Майя Булгакова. Фёдор Иванович Батов – бригадир столеваров одного из уральских заводов. С недерпением ждёт сына Юрия из армии. Отец мечтает показать ему новый прибор, помогающий в работе, который он придумал вместе с главным инженером Комаровым. Сын возвращается, но изобретение отца и работа на заводе его не волнует. Он хочет уйти в искусство, стать актёром. Пробалившись на вступительных экзаменах, Юрий идёт на завод рядовым сотрудником. Сын заслуженного бригадира неплохо адаптируется и сродняется с коллективом. Посмотреть советскую драму «Кто, если не ты» вы можете в эту среду 15 февраля в 21.00 на телеканале «Сочи-24». Приятного просмотра! Субтитры подогнал «Симон»